Абсолютно каждую постройку, которую ты увидишь сейчас в видосе, можно скачать. Ссылка на топик с домами лежит в описании. И самое крутое, то что тебе не нужны не только моды, но и дополнения вообще. У тебя может быть базовая игра, если ты только что приобрел лицензию. Да, кстати, вы ко мне больше не придеретесь, у меня лицензия. Ну не то, чтобы особо кто-то придирался, но я чист. У меня лицензия со всеми наборами. Ну а если у вас такого нет, вы все еще можете скачать этот дом. Да, серьезно, это полностью базовый дом. Вот экстерьер, это очень круто. И да, здесь написано, что это дом династии. И знаете, даже бесплатная реклама. Человек, который прислал этот дом, напиши в комментах, ты же ютуб канал. Просто скажи, что это ты сделал или сделала первый дом, потому что, ну блин, он крутой. Есть бассейн, вот это все. Вот такие штучки, вы знаете, я обожаю тоже снаружи ставить гриль. Что внутри? Знаешь, что я сразу вижу? Вот эти мелочи, когда люди не просто кладут ковер, да? Ой, он пропал. Ну вы поняли. Они немножечко поворачивают его, типа... Как это по-русски? Короче говоря, не превосходно уложенные вещи, а вот по-житейски, чуть-чуть неровно. Это прикольно, это детали. Мне очень нравится, насколько грамотно весь дом сделан. Единственное, я вот не очень серьезно понимаю, когда вот так вот немного поворачивают тумбы. То есть, когда желание повернуть все не идеально, заходит слишком далеко. Но черт, вот это окно с этими креслами. Посмотрите на игру света, посмотрите на вот это все. Небольшой вопрос, конечно, вызывает обеденный стол прямо на входе. То есть, люди такие идут, подходят к двери, а здесь как бы, ну, ты ешь. Кухня прикольная. Конечно, странно расположено вот это вот ведро, но ведро классное. Дает тебе деньги, когда его используешь. О, даже такая маленькая часть. Смотрите, бытовуха. У нас здесь шкаф. У-у-у, со стеклянными дверьми. Мне очень нравится детальность, реально. Напиши в комментах, что это твой дом. Я думаю, люди захотят увидеть еще на твоем канале. Так, спальня в более традиционном стиле, я вижу. И детская. Ух ты, я так никогда детский не формировал. Немного похоже на детский садик для одного, но ничего страшного. Вот эти штуки, черт, как я обожаю, когда так делают. У меня сейчас строится огромный особняк. Мы начали его строить вот на этом стриме. И там тоже в музыкальной студии используется что-то такое. Ванная натуральная. Вот что мне нравится. Плитка, много плитки. Слушай, насколько реалистичный дом получился. Насколько он офигительно впишется, по-моему, в любой богатый район Симса. Потому что посмотрите, насколько в Симсовом стиле он сделан. Это очень круто. Я сегодня не выдаю оценки. Оценки у нас будут в следующем виде по заценке домов с моими турецкими друзьями. Это секретик. Но можете подписаться, чтобы не пропустить. Но если уж говорить, потрясающий дом. Просто офигенный. Дальше. О, у нас снова американский пригород. А, да, он так называется American Dream. И знаете, мне снова очень нравится оформление именно экстерьера этого дома. Теплица вот с этими штуками. Это где-то подсмотрел. Просто мне кажется, что я начинаю узнавать стиль этого человека. И это самое крутое, когда твой стиль можно узнать. И ты на стримах, что ли, подсмотрел, да? Что я такие штуки люблю, когда строю. А, да, стримы по кнопке спонсорства под видео. Там много других конусов. Но стримы главное, ради чего это берут. И да, там же на стримах я постоянно говорил, что обожаю, когда дом сделан вот так. Окна и вот эти скаты, крыши. О, боже, просто насколько жидкий. Предыдущий был офигенный. Этот просто потрясающий. Еще бы вот так вот шкафы не клиповали. Но я понимаю, в чем тут дело. Тебе нужно было заполнить три клетки. Слушай, насколько логично все. Насколько круто. Опять положил все, что у тебя было на стол. Ну, ладно. Каждым бывает, наверное. Я за минимализм. Убирайте все из домов. А то, посмотрите. Это, это всюду. Окей, предположим, что это дом коллекционера. Какая работа именно с окнами, что они вписываются, смотрятся снаружи просто вот как родные. И внутри, посмотри. У, какая уютная комната детская. Что вы делаете, чтобы вот так строить? Вот, например, посмотрите. Разве это не мега уютно? Окно вот здесь, у спальни. Прям красота. Ой, и окно художе не нашло. Вы ничего не видели? Сетки не было. Я все это время смотрел без сетки. Посмотрите, ровно точно так же, как там бассейн. У нас есть гриль на улице. У нас есть лежаки. Ах, слушайте, два потрясающих дома с самого начала. Что нас дальше ждет, интересно? А, и да, очень важное уточнение я должен сделать. Видите, написано. База, дом. И все равно два дополнения присутствуют. То же самое иногда с модами. Мне скидывают дом или персонажи и говорят. Ну, слушай, я там по мелочи оставил. Это же не критично. Нет, ребят, если я говорю, что что-то нельзя, этого нельзя ни под каким предлогом. Не допускается кастом контент, сиси, он же моды. И, например, в этом челлендже вот этого здесь быть не должно. Так что дом вы, конечно, найдете в этой большой теме, которая есть по ссылке в описании. Но я как бы не могу его смотреть здесь. Это будет нечестно для тех, кто ищет дом без дополнений. Вот в этом доме, например, исключительно база. И как же офигенно он выглядит. Я смотрю на большом участке, чтобы влез абсолютно каждый дом, который я смотрю. Но, видите, он, очевидно, построен под более маленький лот. Я думаю, там он будет смотреться просто идеально. Кстати, вы молодцы, что пишете информацию, когда скидываете дом. Типа, предпочтительнее поставить его на таком участке. Или я строил его под этот участок. Это очень круто. Я не обращаю на это внимания просто потому, что смотрю на едином большом месте всегда. Но если вот ты хочешь скачать какой-то дом, почитай от автора, что он советует. Работа с ландшафтом, видите? Включаю сетку. Посмотрите, у нас неровный дом. Это прикольно. Лестницы. Слушай, это прям, знаешь, такое убежище. Оно бы еще в лесу стояло. Смотрите, земельные такие цвета. Все очень мягенько. Все просматривается. Представьте, отсюда просто вот джугли, прицезреть. Это же прям мечта. Если это ваша мечта. Если это не ваша мечта, то это не прям мечта. Ух ты, у нас есть секретная дверь. Из кабинета, замаскированная под шкаф. Ууу, внутри у нас исследовательская станция. Неплохо. Или он прячется от жены, чтобы играть в паровозики. Одно из двух. О, слушайте, вы меня услышали, теперь постоянно делаете скаты и окна. Класс. Надеюсь, вам изначально это нравилось, а не то, что вы пытаетесь подмазаться. Вау, посмотрите, как кровать расположена. Ууу, нестандартно. Мне нравится. Продолжай. О, у нас снова лежак. Так, счетчик лежаков. Три из трех. Посмотрим, будет ли дальше такая тенденция сохраняться. Что-то пока ваши базовые дома, которые должны быть вообще-то сильным ограничением, очень-очень роскошны. Мне нравится. Офигеть, у вас фантазия, конечно, работает. Я просто джакузи, понимаете? Джакузи здесь. А если представить тут джунгли, просто офигительная игра с уровнями. Посмотрите. Одна высота, другая высота, третья высота. Чем удивить следующий дом? А вот он. Ууу. Ууу, вот это модерн. Черт, я обожаю этот стиль. Просто офигительный. Если вам тоже нравится, и вы хотите видеть такое в геймплее, вот в этой серии Гернис живет в таком доме. И да, давайте смотреть, что там внутри происходит, потому что это всегда очень круто. Я уже вижу открытые пространства. Кстати, игры с бассейном. Слушай, кайф. Я помню, писали, что этот дом для аналога Лос-Анджелеса. Там есть участок, который расположен на холмах, вид на город. Есть такой крутой. В таком современном доме из окон смотришь на всех с презрением. Я расположил ее здесь. Тоже, как бы, хорошее место. Но еще раз, читайте описание авторов, и тогда дома будут вписываться идеально. Посмотрите работу со светом. Видели? Видели? Вот что делают современные дома такими крутыми. Игры с платформами, светом. Уф, это же прямо супер круто. Хе-хе-хе. А здесь забыли. Хе-хе. Поймал. О, есть даже машина. Правда, насколько я понимаю, это апскейл обычной игрушки, которую можно вот найти. И через вот эти вот кнопочки уменьшить или увеличить. Человек находчиво обошел ограничения по модам. Да, машины модифицированные использовать нельзя. Но апскейлить игрушки, кто сказал, что нет. Ух, я в таком стиле. Просто офигительный дом. Посмотрите работу с лестницами. Правда, рояль стоит довольно странно. Но окей. А, это объединенные столы. Настолько человек. Да, вы, кстати, замечали, что в таких домах рассчитано на 20 или там 30 человек. Живет один или просто богатая пара. Так что, конечно, стиль соблюден. Но насколько это здесь надо. Но, блин, на самом деле, да, конечно, это, грубо говоря, не пикинг. Потому что я просто здесь даже цепляться ни к чему не могу. Ни в первом доме, ни во втором, ни в третьем, ни в этом. Где вы научились строить? Офигеть, какая спальня. Темные тона. Все как надо. Потому что, вообще-то, наш мозг, когда ты спишь, продолжает анализировать информацию. Поэтому лишний свет, лишние звуки не дают тебе отдохнуть. Так что все правильно. Спальня расположена повыше. Второй этаж. Тихо. Темно. Идеально. Кабинет, вот, кстати, странноватый. Да, окей. Давай к кабинету придерусь. Потому что он как-то висит в воздухе, как будто, знаешь, строили-строили дом. Потом такие. Кабинет надо. Бум. Кабинет. Окон нет, как-то темновато. Компьютер повернут к двери. Нет. Опять же, это реально самый обычный нитпикинг, когда ты просто. Такой, вот маленькая деталька, которой можно зацепиться. Дом потрясающий. Они все потрясающие. Третий этаж. Со спортзалом. Хотя, знаешь, пока ты дойдешь до третьего этажа, это, в принципе, уже немного спортзал. Так что можно спускаться обратно. Стоп, а это что, просто дыра в полу? Этот дом не достроен, что ли? Никаких перил, ничего? То есть, ты такой, как я устал бегать? Мои ноги меня не держат. Выходишь и просто падаешь. Класс. Супер. Получается, это не идеальный дом. Сколько я всего нашел. Ну, опять же, я просто придираюсь, потому что, ну, было бы странно говорить, что все дома идеальные. Несмотря на то, что они идеальные. Стоп, подожди, это что, казарма? Почему столько кровати друг на друге? Реально, как я кайфую, когда вот эти вот рубрики проходят за целями домов и персонажей. Ваш креатив, это нечто. Вот, правда, зверкала. А, понятно. Ну, я в том плане, что они накладываются друг на друга. Я просто не очень люблю Move Objects, но дома приходится смотреть именно с ним. Ну, потому что вы его обожаете. А я обожаю вот этот стиль. Правда, на забор как будто не везде хватило, но это, видимо, была такая задумка. Потому что у меня Move Objects включен. Ничего не должно исчезать с участка. Так что я просто допускаю, что оно было построено именно так. Стоп, это что, не настоящие окна? Да. Окей. О, какой высокий фундамент. Я впервые такой вижу. Он такой большой. И знаете, стиль, я не знаю, какая это именно страна, но что-то, знаете, такое вот старенькое, как будто европейское. Реально, здесь написано дом одинокого садовника. Да, это то, как называется это строение по ссылке, которое в описании. Ну, вы поняли. Ищите в той теме. И в нее же скидывайте свои постройки. Иногда я даю какие-то тематические задания, вот как сегодня, типа только базовые дома. Да, у нас нового Move Objects, три шкафа вместе. Что за шкафная групповуха? Я не понимаю, зачем? Но, видимо, в этом есть какой-то смысл. Но так мне нравится. О, подожди, это реально апскейл полки. Да, это он и есть. Надо, наверное, повыше поднять. Я починил твой дом. Получается, это теперь наш дом. Я так горжусь. Смотри, что мы с тобой сделали. Красота. Нет, серьезно, очень-очень крутой дом. Работа над участком. Посмотрите, я в одном из видосов, вот в этом, кстати, говорил, что покраска участка очень много добавляет к реализму. Это мелочь, которую стоит сделать. Зато это просто так выигрышно будет смотреться, когда вы будете играть. Так что, красьте свои участки. О, боже, какой дом. Прикольный стиль. Не то, что часто присылают. Я так понимаю, это дом какого-то художника. Потому что у нас здесь творческая зона, картины, холст. И если у нас будет шикарный вид. А я надеюсь, автор оставил описание, где нужно поставить дом, чтобы вид был шикарный. И да, вот название, если вас дом заинтересовал. И вот с таким видом творить офигительно будет внутри. Ой, как цветасто. Но неплохо. А нет, внизу поспокойнее вообще-то. Хорошо, хорошо. Эти собаки настоящие? А, это из отладки. Стоп, подожди. Это реально может быть настоящая собака. Что? О, окей. Вот такие штуки обожаю. Иногда использовал на некоторых стримах. Опять же, так что допускаю, что это, наверное, человек, который был на стримах. Я деревья сажаю в такие вещи. И выглядит вот так вот эффектно. Так что вам советую. И спонсор в каком форме тоже можно. Там очень много подсказок по симсу построить. Просто весело и все такое. Там моды есть репикантные. А еще в описании будет прохождение симс 4 с бейсментал модом. И выгодуем сам разврат, вещества. Вот все, что вы любите. Все там по ссылке. Но, опять же, это не для публичного доступа. Так что тут только спонсорка. Кухня мне скорее нравится. Она какая-то будто неоднозначная. Но мне нравится общий вайп. Мне нравится сколько здесь света, стекол. Мне нравится цвет. Мне нравится детальность. И мне в целом нравится расположение. Это очень реалистично. И смотрите, у нас есть для маленького человека стул. О, посмотрите. Спрятали под лестницу шкаф. И получается такое вплетение функционала в просто типа интерьер. Не, слушай, круто. Я обычно не люблю аляповатые такие обои. Знаешь, они слишком много внимания на себя притягивают. И как-то слишком пестро становятся. Но здесь это по делу. Если правильно выбрать стиль, оправдать можно абсолютно все. И посмотрите, оно ведь не выбивается здесь. Представьте, в современном доме такие обои. Все бы уже плевались. Здесь потрясающе. Покраска участка. Все как я советовал. О, сколько цвета в этой детской комнате. Боже мой, у ребенка будут психологические проблемы. О, пола-то лава. Гениальная отсылка. Я пока ни одного плохого дома не увидел. Знаете, первые выпуски были такими, что я подразумевал рубрику. Типа я смотрю дома, есть хорошие, над некоторыми плохими. Мы такие, ха-ха. А в итоге все превратилось в то, что я просто охреневаюсь с того, как вы выдаете это вообще. Где плохие дома? Кто-нибудь, пришлите плохой дом, пожалуйста. Хоть один. Потому что вот это смотреть я начну комплексовать просто через пару выпусков. А, или нет. То есть, нет, подожди. Я ничего не хочу сказать плохого. Но после тех домов, которые были, этот дом выглядит минималистично. О, он черно-белый. А, да, там подсказка в названии. Если вам понравится дом, качайте по этому названию. Мне нравится, когда вы придерживаетесь какого-нибудь концепта. Типа вот этого, что у нас здесь все черно-белое. Как видите, над участком никакой работы не было проведено. Но окей. Значит, и экстерьер никак не оцениваем. А нет, подождите. У нас здесь есть какой-то забор. Класс. Не, правда, без приколов. Это тоже очень хороший дом. Только как он стоит 70 тысяч? Я только хотел сказать, что он хотя бы дешевый. А он еще не дешевый. В принципе, я уверен, что он супер играбельный. Я бы хотел уметь строить такой дом. Правда, вот такого вот нагромождения я не очень люблю. Но это, опять же, это чисто личные предпочтения. Вот это все, это личные-личные предпочтения. А приставка добивает отсюда до телевизора? Кто сделал дом? Напиши, приставка реально добивает так далеко? И да, смотрите, у нас снова это мусорное ведро. Оно помогло нам подзаработать денег в Rex to Riches, который вот здесь проходится. Это только стримы. Опять же, сорян, там просто Wicked Wames. Опять же, это менее веселый, более вовлекательный такой плейлист. Так что да, это стримы, они закрыты и все такое. Слушайте, прикольно. Мне нравится, но мало что есть об этом сказать. Это просто очень качественный, хороший черно-белый дом. Каким будет следующий? И сколько их еще? Это пипец. Сколько вы поприсылали? Офигеть. Спасибо огромное за вашу активность. Я надеюсь, вам нравятся такие длинные ролики, потому что я вообще-то понадобится более коротких роликов. Роликов. О, какой дом. Вот это дымоход. Вы видали? Вот это труба. Разного покраса, правда. Ну, окей, это просто придирки. Вот такие штуки с крышами я люблю. Но, знаете, хорошо, когда оно вот скатывается от окна вниз. А здесь получается, вы поняли, очень странный лежачий полицейский получается. Заборчика мне сразу не хватает между всеми вот этими вот... Как пилок переводится? Колонны. Между колоннами не хватает заборчика, потому что когда будешь идти, такой ночь, ничего не видно. А, нет, фонари есть. Вообще-то, ладно, тогда не упадешь. А, это не фонари. Это свет из окон. Вы поняли смысл. Но это, опять же, я просто уже насмотрелся крутых домов, немножечко планка завысилась. Я такой захожу, говорю, ой, знаете, здесь, наверное, пустовато, очень много пространства как-то, стула не хватает. Вот это все. Но, конечно, вы понимаете, что дом офигенный. Несмотря на такую огромную ванную зону, это все равно очень-очень здоровский дом. О, посмотрите, у нас здесь немного утоплено. Видите, платформа. Эти штуки я люблю. А так вообще прикольно. Дом за городом называется. Реально место, в которое ты будешь приезжать. И вы видели, как логично расположен дымоход ровно за камином. Деталечки, деталечки. Мы обожаем здесь деталечки. О, тут, конечно, прикольно. Но, опять же, смотри, у нас здесь детский вот этот вот замок. И нет никакого ограждения. Мифо-жиз у меня включен, так что ничего исчезнуть не должно. Но все равно, извиняюсь на всякий случай, если там реально что-то было. И это отвалилось при передаче дома. Немного странновато, конечно. Тем более, что у нас есть безопасная версия замка здесь, в детской. Которая вроде нормально, вроде липовата, вроде немного темновато для ребенка. Что за любовь к большим ванным? Посмотрите на этот размер. Перегородку в ванной. Да, слушайте, очень много утра пустого пространства. Может быть, у меня уже начинает немного планка повышаться и повышаться. Но первые дома будто вызывали больше восхищения. А здесь прикольно. Дом за городом, если что называется. Ооо, на этом посмотрите, какой экстерьер. Вы понимаете, да, участок должен был быть вот таким. И я так понимаю, что когда все подогнано по размеру и стоит на правильном лоте. Еще раз, читайте описание от авторов. Они знали, где делали дома. Все это выглядит, наверное, просто невероятно восхитительно. Гляньте, как сделана вся эта площадка для того, чтобы ребенок здесь играл. Чтобы вот этот столик был. Вот это как-то, это что? Я даже не знаю, что это. Я никогда этого не видел. Спасибо, что открываете такое для меня. Как всегда, классика моя любимая. Окна, скаты, крыши. Опять же, апскейл игрушек. Очень находчиво сделан гараж. Тоже нравится. Прям реально, знаете, American Dream. Правда, этот называется базовый дом. И просто удача его вам найти. Смотрите, тон архивов с такими же одинаковыми названиями. Так что, пожалуйста, называйте свои дома как-нибудь уникально, чтобы их было легко отличить от других. Но если вы его найдете, то получите вот этот. Очень-очень хороший базовый дом. Знаете, прямо из американского сериала. Из такого ситкома. Просто представьте, вот эта стена убирается. Ставится съемочная площадка. Вот у нас есть сцена. Вот у нас есть сцена. Здесь все будто подготовлено к съемкам. О, подоконник. Мы просто как раз недавно в чате обсуждали. Опять же, все ссылки на все всегда есть в описании. Так вот там в чате мы обсуждали, что не хватает разных толщин стен для того, чтобы имитировать подоконник. Чтобы можно было располагать там разные игрушки и так далее. Смотрите, здесь это сделано. Самое удивительное, что этот дом не особо дорогой. Класс 100 тысяч. Вы помните, как выглядел тот дом за 70. И как выглядит этот дом, который чуть дороже. Опять же, это не колкость в сторону черно-белого дома. Тот классный. Но посмотрите, насколько этот детален. Как он будет смотреться на вашей улице. И он играбельный абсолютно. И он базовый. Вам не нужны дополнения. Черт, гениально. Согласитесь, стоило затевать эту рубрику, да? Надеюсь, вы что-то для себя утащите отсюда. Даже крыша продекорирована, а? Как вам такое? Какая-то уже минута видоса идет. Я все еще удивляюсь домам. Сколько мы уже просмотрели. Да, ребят, вы прямо умеете моете. И этот дом. Снова шикарно. Как можно было вот это все сделать? Игры с платформами. Посмотрите, игры со светом. Вот это вот идея с прихожей. А? Насколько это круто. Балконы. Правда, с видом на крышу. Представляете, как уютно он будет смотреться на участке этого размера. Под которым, опять же, предполагал автор. Еще раз напоминаю. Читайте, что пишут авторы, когда делают дома. Например, вот этот виллый у Криквилла. О, богатая спальня. Прям по-богатому. По-богатому. Лестница идет прямо в спальню. Без всяких дверей. То есть, любой может просто зайти. Это немного странно. И я уверен, что левые симы, которые будут заходить в дом. А нас здесь одна дверь только охраняет. Будут обязательно подниматься. И такие, знаешь что? А, ты спишь здесь, хозяйское. Мое теперь. Ну, черт, вот эти вот окна. Слушайте, это что, такая картина большая? Или она была меньше? Это какая-то такая, наверное, да, картина? Это апскейл. По-моему, нет таких картин симс больших. Ну, то есть, есть там огромные плакаты. Триптихи, знаете, из трех. Но эта картина вроде меньше в оригинале. Очень круто здесь. Внизу. Эта коллекция собрана. Это твой игровой дом. Я сейчас вспоминаю свои игровые дома. Ну, прикольная детская, кстати. И как раз окна расположены здесь. Чтобы любой проходящий с улицы мог такой. Интересно, что там делают две детки. Или нет, подожди, какой стороной он к выходу? Где вход в дом? Кажется, я нашел косяк этого дома. Потому что с этой стороны, если улица, то у нас где вход? Вот это вход. Я нашел кусочек. Одна ступенька всего. Но ты понимаешь, к чему я веду. Может быть, покрасить здесь как-нибудь или что-то типа того. Очень-очень-очень круто. Просто я не сразу нашел вход. И стоп, подожди. Это получается, это наш вход в кровать? Подожди, что здесь делает кровать? Это типа диван? Так. Я запутался. Если я еще могу оставлять подсказки, посмотри, как работать с диванами. Вот в этом выпуске. Потому что у нас есть диваны, которые мы можем делать угловыми. Сам стиль, я так скажу, мне не очень близок. Но я его понимаю. Я понимаю, что ты тут делаешь. А, это коллекции собираются. Открыточки у нас здесь. Это, похоже, реальный игровой дом. Если это так, это супер-супер-супер круто. Курят ли следующий дом игровым? Делайте ставки. Ооо, мне кажется, что нет. Потому что если это твой игровой дом, тогда я хочу в твою игру. Вы посмотрите на то, как вот это сделано. Что? А, подожди, это открытое пространство. Как я обожаю такие вещи. Правда, рояль у тебя стоит немного странно. Наверное, стоило тогда поставить синтезатор, если тебе нужно место. Потому что рояль не должен стоять настолько вплотную к стенам. Но это просто, опять же, мои звукарские заморочки. Очень-очень-очень прикольно. Немного нагромождено. Но немного, самый малый. Может быть, стиль такой просто. Давай так это оправдаем. И мне нравится, когда спальню располагают сзади. Чтобы можно было поставить окна побольше. И смотреть на свой участок. А не так, чтобы люди ходили и смотрели, что ты там спишь. Я так понимаю, в оригинале он расположен так, что здесь улица проходит. Потому что у нас здесь спуск. Исключительно лично мне не особо нравятся эти окна. Слушай, я вот даже не знаю, что тут можно прокомментировать. Потому что это просто в целом очень крутой дом. Да, я могу отдельно выделить вот это вот. Потому что это то, чего я никогда, нигде, ни у кого не видел. Даже у Кози Билдс. Подсказочка вам такая на будущее. И необычная форма ванная. Окей. Подожди, как в нее заходить? А, вот здесь? А, все так плотно? Слушай, такой большой дом. И приходится ютиться здесь. Знаешь, есть такая проблема, когда строишь большие дома. Думаешь, у тебя так много места. Начинаешь все расставлять. Понимаешь, что ты, наверное, поначалу слишком переоценил размеры дома. Размеры дома. И потом в финале, когда доходишь до самого верха вот и второго этажа угол. Начинаешь тут же лепить все. И здесь как будто спальня. Тут же вот у тебя рабочая зона. Тут же у тебя ванная. Тут же у тебя гостевая вот эта вот. Рояль даже приходится втыкать вплотную. В то время, как в первом этаже ты еще весь такой амбициозный. Думаешь, да, мне нужно так много свободного пространства. Да, пожалуй, оставлю так. А, это окно так идет. С такой перегородный. Все, понял, понял. Я просто такие окна никогда не ставил. Но я надеюсь, вы не можете сказать, я такого никогда не ставил. Про лайк этого видео. Четенько, четенько еще про спонсорку напомнил. В конце выпуска, кстати, да. Ха-ха.